Разговаривать. Добрый день всем. Технические проблемы бывают. Главное их решать вовремя. Меня зовут Александр, я руководитель LookStudio Cry. Сегодня с вами хотелось бы поднять весьма интересную тему и рассказать, как сделать сайт агентства недвижимости эффективным. Поэтому постепенно в процессе доклада мы будем двигаться к готовому решению и сможем понять, что же такое эффективный сайт и каким оно должно быть. Для начала давайте определимся, что такое эффективный сайт. Многие считают, что это сайт, который приносит клиента. И это в принципе верно. Однако это один из самых последних этапов воронки продаж, до которого нужно еще дойти. Поэтому в первую очередь эффективный сайт. Это надо запомнить, это нужно знать при разработке любого сайта, не обязательно только агентство недвижимости. Это понятный, удобный и решающий проблему клиента сайт. Для того, чтобы создать такой сайт, нам необходимо понять, что важно для клиента и что нужно агентству, так как сайт должен давать новые возможности для развития вашего бизнеса. Когда мы задались этим вопросом, мы решили коснуться еще одной темы, которая весьма знакома в ваших кругах и особенно она интересна в регионах. Зачем нам сайт, если на рынке есть такой гигант, как Авито? Да, действительно, Авито это один из лидеров рынка. Он очень известен, он пользуется спросом. Но стоит ли при всем этом отказываться с сайтом? Может ли сайт решить те задачи, которые нужны клиентам и агентству лучше, чем гигантам? Для этого давайте попробуем оценить их и ни в коем случае не сравнивать. А именно оценить по ряду критерий. И начнем с того, что все-таки важно клиенту. Клиенту важно, чтобы все было понятно. Понятно, куда он попал. В Авито он попал на рынок, где много продавцов, каждый из которых пытается предложить свой собственный товар. Это не торговый центр, это именно рынок, где у прилавка может быть как гигант, так и малый бизнес, так и, к примеру, частное лицо, так и мошенники. Когда клиент попадает в объект, он видит агентство, которое разместило данное объявление. Но он практически ничем не отличается от всех остальных. Все объекты выглядят одинаково. Когда же клиент приходит на ваш сайт, он видит ваше название, видит ваш телефон и адрес. Он знает, куда он попал. Это магазин, ассортимент которого ему или понравится, и он станет постоянным клиентом, или не понравится по какому-то критерию, и он уйдет. Тут уже надо более глубоко изучать причины, отказывая причину ухода с сайта. Клиенту, помимо того, что должно быть понятно, должно быть в первую очередь еще и удобно. На ВИТО, если вы с ним знакомы, а наверняка вы неоднократно на нем бывали, очень удобный поиск. Мы изучали поведение посетителей на сайте и пришли к такому выводу, что наличие пошаговых быстрых ссылок и фильтра с основными критериями поиска, именно основными, важно это понимать, потому что раздутый поиск из разряда «Если в доме камин, он никому не нужен». Это очень удобный фильтр для посетителей. Найти нужный объект для посетителя не составит труда. Поэтому, если вы решите заказать сайт, использовать готовое решение, либо у вас есть сайт, наша рекомендация – используйте привычный фильтр, и ничего страшного, что вы его позаимствуете с авиитом. Следующий момент, который важен для клиента – это решить проблему. То есть увидеть и найти тот объект, которым он интересовался. Увидеть фотографии объекта в хорошем качестве, и не одну фотографию, скачанную в интернете с Яндекс.Карт и тому подобное, а фотографию, которую желательно сделали вы на хорошую картину. Увидеть описание объекта, увидеть характеристики, увидеть местоположение, где он находится. Основная проблема, которая встречается в основном в регионах, когда почему-то скрывают точный адрес местоположения объекта. В то время как в крупных городах с этим проблем никаких нет, и пользователь может посмотреть, какие учреждения, какие школы, детские сады находятся в районе данного объекта. И самая главная задача у пользователя, чтобы решить свою проблему, это узнать, как посмотреть объект, и для этого ему нужна обратная связь. И тут у авито простой выбор – либо звонить, или не звонить. Да, там есть возможность еще написать, но, во-первых, это долго, во-вторых, это очень долго, а, в-третьих, наверное, вам никто не ответит. В современных интернет-возможностях сайтостроения уже, наверное, не обойтись без онлайн-консультанта. Есть ряд плюшек, от которых посетители будут в восторге. Например, создать подборку объектов. К примеру, когда вы собираете в виртуальной своей корзине сайта объекты, а потом вы можете их отправить в агентство с заявкой на просмотр. Ну или, к примеру, распечатать, сохранить на компьютер и в свободное время обзвонить объекты. Клиенту также важно знать, чем же вы занимаетесь, ваши услуги. Можете ли вы оформить сделки, если в вашей компании штатный юрист. Посмотреть на фотографии сотрудников, агентов, риелторов, которые работают в вашей компании. Тут с авито намного все сложнее. Разместить всю эту информацию в удобном виде у вас практически не будет возможности. А узнавать у агента по телефону, предоставляя тебе эти услуги, наверное, это не его работа и не его зона ответственности. Это будет весьма неудобно для вашего клиента. Из вышесказанного можно сделать вывод, что, и тут, наверное, чтобы не углубляться в тему, поверить, что все-таки гарантий больше будет на сайте, нежели используя сайт-гигант. После того, как мы с вами разобрались вкратце с основными критериями, которые важны клиенту, и тут, в принципе, очевидное равенство, то следующий важный момент, на который обратим внимание, это что нужно агентству. И тут у нас список немножко побольше. В первую очередь наша задача – это возвращать уже лояльных клиентов. В современном мире, в современном интернет-пространстве невозможно представить уже компанию без сайта. Визитку с телефоном, которую вы дадите вашим предыдущим клиентам, они наверняка потеряют, забудут, не найдут. На Авито много конкурентов, и найти вас потом при необходимости будет очень-очень сложно. И с большей вероятностью вас будут искать в поисковых системах. И лучше все-таки, чтобы нашли именно ваш сайт, а не справочник с агентствами недвижимости и обзванивали ваших конкурентов. В принципе, я думаю, вы согласны. Следующий момент – это важно иметь хорошую конверсию. Как измеряется конверсия в предыдущем докладе? Вы уже услышали, и какие возможности есть у Bitrix. И вот тут большую конверсию вам даст, конечно же, сайт. Потому что звонок в агентство с просьбой найти объект, нежели звонок на мобильный телефон агенту с конкретным объявлением, которое вам нужно еще описать, агенту из десятка другого вспомнить, и даже если он вспомнит, то еще предложить вам какие-то альтернативы, подходящие под ваше описание, будет очень-очень сложно. Представьте, агент, риэлтор, едет, показывает объект. Ему звонят с авито, он рассказывает об объекте и его спрашивают, а у вас есть еще что-то подходящее? На что клиент получает, как правило, ответ. Да, есть, я приеду в офис, часа где-то через три перезвоню вам. Ну или же альтернативный вариант, у вас хороший сайт, он адаптивный, агент заходит с телефона на сайт, находит необходимые объекты, и с помощью одного нажатия кнопки отправляет вам эти объекты на почту. После чего в течение 15 минут перезванивает. Поверьте, вероятность сделки увеличится в разы, если у вас будет подходящий объект. Вы в глазах клиента будете выглядеть солидной организованной компанией, а следовательно у вас повысится и конверсия. Но тут в данном примере важно не забывать, что сайт должен быть все-таки адаптивным. Но эту тему мы коснемся чуточку позже. О доверии мы с вами уже говорили. Здесь оно намного выше у сайта. Трафик. Трафик – это наши посетители на сайте. Ну, тут бесспорно побеждает Авито, хотя все зависит в принципе от вас, и все шансы переплюнуть трафик Авито в принципе есть. Но это будет очень сложно, и не всегда это нужно. Контроль. Представьте такую ситуацию, рынок меняется, постоянно что-то появляется новое. Когда-то у нас был сланда, теперь его поглотила Авито. И завтра Авито посчитает, что вы нарушили какое-то правило сайта. Вы разместили авиак, которого, к примеру, не существует, и кто-то на вас пожаловался. Ваш магазин с Авито удалят. Авито решил закрыть кабинеты для агентств. В принципе, вас тоже могут удалить. Цены вырастут. Ну и тут все просто, вам придется платить. Сайт же принадлежит только вам и все в ваших руках. Следующий немаловажный момент, про который не стоит забывать, это реклама. Если вы будете рекламировать Авито, даже используя Яндекс.Директ с прямой ссылкой на ваш магазин, это будет весьма странно. Вы будете вести трафик на доску объявлений, где очень много объявлений, очень много конкурентов. Человек Авито найдет, в принципе, без проблем. Сайт же все в ваших руках. Вы можете делать с ним все, что угодно. Вы можете его рекламировать любым способом. И тут особенность вашего бизнеса в том, что не только одной онлайн-рекламой вы можете ограничиваться. Оффлайн порой для вашего вида деятельности может работать еще лучше, потому что если у вас целевая аудитория конкретно какой-то город, ваш агентство расположено только в одном городе, то реклама там же на радио, по телевидению местному может оказаться более эффективной. Расширяемость. Хотите добавить новые услуги? Ну, вот, к примеру, вы заключили договор со строительной компанией, и вам нужен отдельный специальный раздел, где будут размещаться квартиры, новостройки с их описанием, с датой сдачи, планировками, ну, в принципе, и так далее. Увы, в Авито это будет как один из многих объектов. На вашем же сайте это можно преподать как уникальное предложение, и тут скачок конверсии наверняка вы почувствуете. Статистика. Статистика по просмотрам объектов, по продажам агентов, по поведению посетителей на сайте. Все вам это доступно, правда, в зависимости от редакции Bitrix, но все это вы можете увидеть и проанализировать у себя на сайте. В Авито же она ограничена. Там очень мало дается информации, сколько было просмотров, какие дни и еще какая-то статистика, что не позволяет сделать каких-то обоснованных четких выводов. И один из самых интересных моментов всего данного анализа и сравнения – оценки. Мы не сравниваем, мы оцениваем. Сколько надо заплатить за Авито и сайт? Здесь рассмотрим два типа цен. Цену использования и цену пользования. Вы спросите, в чем отличие? Есть известный пример. Например, вы приходите в магазин зимних шин. И перед вами два набора шин разных производителей. Одни стоят 500 долларов, другие 700. Вы подходите к продавцу, спрашиваете, а в чем разница? Они же одинаковые по характеристикам, по параметрам, они выглядят одинаково. На что получаете ответ? Те, что за 500, протянут у вас максимум один сезон. Те, что за 700 – два сезона. Таким образом, стоимость пользования за два сезона первых уже обойдется в 1000 долларов, а во-вторых, все те же 700. Таким образом, цена использования Авито – это примерно 50 тысяч рублей в год. Все примерно. Цена пользования сайтом Авито – это еще 70 тысяч рублей в год, если вы не будете использовать дополнительные услуги. Но, как правило, Авито все сделает, чтобы вы это сделали. Стоимость создания сайта составляет от 20 тысяч рублей. Тут все будет зависеть, конечно же, от вас. Если вы захотите индивидуальный, уникальный сайт со всеми плюшками, прибамбасами, которые существуют в интернет-пространстве, то цена может быть намного и в разы больше. Но это все равно будет дешевле с ценой пользования всего лишь 2000 рублей в год. Подытожив все вышесказанное, хочется сделать вывод, что Авито и сайт для клиента, можно сказать, в одинаковой степени эффективны. Но для агентства Авито несет основную ценность большим трафиком, в то время как сайт позволяет дать вам большую конверсию. Поэтому важно иметь собственный сайт. Это ваш имидж. Это нужно вашим клиентам. Это даст новые возможности вашей компании. Но не менее важно иметь свое представительство и на Авито. Ведь мы с вами выше только что рассмотрели, что не получают те, кто не использует Авито, и что теряют те, кто не использует сайт. Давайте перед тем, как мы перейдем к следующей нашей теме, а именно как заставить сайт работать, попробуем, если есть вопросы, их посмотреть. Так... Секундочку. Все не очень удобно. Так. Еще можно цели в метрике проставить. Да, по поводу цели в метрике мы чуть позже коснемся. Это очень хороший анализ, и это очень интересная статистика, особенно количество отказов, посмотреть, как работают те или иные источники, веб-визор и так далее. По поводу сайта и CRM тоже чуть позже я об этом расскажу достаточно подробно, насколько важно иметь в сайте агентство, агентство не движется с CRM, и что там эффективно использовать. Конкретнее о возможностях сайта для недвижимости все будет впереди. Важно в первую очередь понимать не, что должно быть на сайте, а какие задачи мы должны решать. Иначе сайт будет бесполезен, если вы не будете понимать, для чего вы его создали. Яндекс.Недвижимость тоже коснемся сейчас. Чуть-чуть позже я вам про него расскажу. Ну и в принципе вопросов больше нет, так что давайте перейдем дальше. Теперь, когда мы с вами разобрались, что сайт важен и нужен, важно сайт заставить работать и приносить клиента. Давайте очень коротко рассмотрим, что для этого нужно. Первоочередная задача, которая стоит перед агентством. Начнем именно с агентства. Ну и в принципе, чтобы сайт работал, у нас сейчас только агентство. Сайт должен быть наполнен информацией об агентстве и услугах компании. Ну и, естественно, объектами. Объекты, как я уже говорил выше, должны быть с качественными фотографиями. То есть не фотографии с качественными в интернете, а фотографиями, продающими объект. Это, во-первых, сэкономит вам время на просмотрах, а во-вторых, клиент будет вам весьма благодарен за такую ущербывающую визуальную информацию. Помимо фотографий, важно описание объекта и его основные характеристики. Очень важно держать объекты в актуальном состоянии. Здесь пользователь ждет, что все объекты сдаются или продаются. Так что не ленитесь обзванивать базу и уточнять актуальность объявлений. Это очень раздражает на досках объявлений не меньше, чем эффективные объекты. Следующий момент. Это обязательно разграничить доступы агентам и менеджерам и обозначить зону их ответственности. Важно понимать, кто за что будет отвечать, кто за объекты, кто за обработку заявок, как будут распределяться новые объекты и что делать, если в подборке клиента окажутся объекты, за которые отвечают разные агенты. Привязать сайт к CRM и обрабатывать лиды. И на этот пункт я обращу особое внимание. Это будет ваше конкурентное преимущество, потому что CRM в агентствах недвижимости пользуется крайне редко. Чаще всего это либо какой-то журнал, особенно в регионах, либо это табличка Excel. И благодаря этому преимуществу вы сможете значительно повысить конверсию. Представьте, звонит вам клиент, который ищет дом по определенным параметрам. Но у вас нет на данный момент таких объектов и вам нечего ему предложить. Как правило, вы записали этот звонок где-то у себя в журнале и он там и остался нерассмотренным и забытым. Благодаря CRM вы сможете следить за статусом каждой заявки и спустя неделю, проходя незакрытые лиды, перезванивать клиенту. Так как у вас сохранилась информация, что он хотел, когда он хотел, с какими параметрами. И наверняка у вас могут уже появиться объекты, которые отвечают его требованиям. Таких примеров очень-очень много. Вам стоит попробовать, вы сразу убедитесь, как вы начнете успевать больше. А для руководителей это будет огромным плюсом, так как они смогут отслеживать сначала качество обработки лидов, а потом воронку сделать. Установить CRM, ее использовать не проблема. К примеру, наш любимый Bittrex24 предоставляет такую возможность, причем абсолютно бесплатно. И большинство возможностей вы там можете использовать, которые вам будут необходимы. Ознакомиться с этим вы можете на сайте Bittrex24 более подробно. И следующий момент, который нужно делать агентству, про который не стоит забывать, это, конечно же, рекламировать. И тут вариантов очень-очень много. Давайте быстренько пробежимся по основным способам. Что у нас есть? Конечно же, рекламироваться нужно через Авито. Мы уже рассмотрели все преимущества Авито и поняли, что без Авито нам все-таки никуда. И если у вас там есть свой платный магазин, вы можете разместить ссылку на сайт и переводить достаточно большой трафик с Авито себе на сайт. Второй момент, на который стоит обратить внимание, это как Яндекс.Маркет в свое время, так и Яндекс.Недвижимости. Новый сервис от Яндекса, который очень активно развивается. Вы можете зарегистрировать там свое собственное агентство и выгружать объекты на Яндекс. Трафика, конечно, вы получите меньше, чем на Авито, но сервис этот очень быстро развивается, за что спасибо Яндексу. И плюс, не стоит забывать, что чтобы выгружать объекты, вам желательно иметь актуальную базу и легче это будет делать, конечно же, сайт. Следующий момент, это доски объявлений, справочники, каталоги. Тут простор достаточно большой, это пойдет, во-первых, на пользу поискового продвижения, которым вы наверняка будете заниматься, так это и приведет к трафику потенциальных клиентов. Если человек зашел в справочник со списком агентств недвижимости, большая вероятность, что он искал именно агентство недвижимости. А это достаточно теплая аудитория, в то время как у многих ваших конкурентов либо сайтов нет, либо он выглядит очень ужасно и он остался еще в 20 веке, или его владельцы не придерживаются тех правил, которые мы с вами рассматривали в предыдущих слайдах. Ну, а также остальные три самых популярных способа продвижения, это поисковое продвижение, ну популярных и известных, это поисковое продвижение в Яндексе и Гугле, контекстная реклама и социальные сети. В соцсетях среди агентств недвижимости очень и очень слабая конкуренция при очень колоссальном спросе. Мы занимаемся СММом уже около 7 лет и на самом деле очень сильно удивлены данным феноменом. Любой совершеннолетний пользователь социальной сети потенциально ваш клиент, а в особенности все, что касается аренды. И здесь дело не в трафике спроса на ваши объекты, он интересен в первую очередь, социальные сети интересны в первую очередь в качестве предложений. Вы сможете первыми узнавать о новых объектах из первых уст, первыми предлагать их вашим видам и первыми размещать их на сайте, попросив владельца присылать фотографии и необходимую информацию. Как говорится, кто владеет информацией, тот владеет миром. Разобравшись, что нужно, чтобы запустить сайт агентства недвижимости и чтобы на него пришла аудитория, желательно теплая, лояльная, то давайте попробуем посмотреть, какой функционал и что должно быть на сайте агентства недвижимости, так как мы с вами уже поняли, что сайт вам нужен. Наша компания, изучив рынок потребностей клиента и агентств, создала уникальное антикризисное готовое решение с сайта агентства недвижимости. На демо-версию вы можете перейти по данной ссылке, ну и в режиме реального времени, слушая меня, походить по сайту, увидеть, что там представлено, ну либо просто поставить презентацию, все в визуальном виде мы вам покажем. Давайте с вами оценим данное решение по тем же параметрам, которые мы с вами рассматривали раньше. Первая очередная задача – это чтобы посетителю было понятно, понятно, куда он попал. Эта задача решается благодаря логотипу и названию агентств, что позволяет инициализировать и запомнить компанию, а также город, в котором работает ваше агентство. Благодаря легко изменяющемуся баннеру можно вставить фотографию вашего города, что поможет визуально воспринять и запомнить сайт, когда пользователи будут искать его повторно. Очень важно наличие контактного телефона, в видном и привычном месте, а также кнопка для размещения объекта посетителя, так как пользователь, желающий пополнить вашу базу, не должен искать данный раздеп, обыскав половину сайта. Эта кнопка должна быть доступна для всех в виде. Следующий момент – это удобство. Удобство должно быть не только при пользовании сайтом с компьютера, но и при использовании его с мобильного устройства. Это важно как клиенту, так и агенту, у которого база объектов должна быть абсолютно всегда под рукой. Благодаря адаптивному дизайну сайт удобен в использовании абсолютно на всех устройствах. Удобный поиск мы позаимствовали с лучшего решения на рынке – авито. Благодаря настраиваемым параметрам поиска и быстрым ссылкам, пользователь легко найдет нужные ему объекты, при этом четко понимая, как он их нашел, и все это будет осуществлено благодаря удобной навигации. Разные типы объектов удобнее смотреть в разных представлениях. А также есть привычки посетителей. Кому-то удобнее воспринимать информацию в плиточном виде, а кому-то это будет удобно сделать в виде списка. И не менее важная возможность – это сортировка объекта. Ну, к примеру, нам нужно отсортировать объекты по цене либо по дате. Здесь будет ваше ключевое преимущество в том, что у вас актуальная база и можно посмотреть даже самые старые объекты. Попав же в карточку объекта, посетителю важно ответить на три основных вопроса. Что, где и сколько. Карточка объекта с генерируемым названием и номером позволит понять, подходит ли он ему максимально быстро. Для этого важно генерируемое название из ряда свойств. Тип, количество комнат, площадь и так далее. Также важно понимать, где располагается объект, в каком районе, возле какой станции метро, его точный адрес. И еще более важно – при звонке агенту назвать номер объекта, а не описывать все его характеристики, что изображено на изображении и так далее. Привязка объекта к народной карте позволит увидеть не только местоположение объекта, но и находящийся рядом с объектом предприятия, магазины и учреждения. Ну и самое важное, самое важное в карточке объекта – это цена. Важно, чтобы ее ни при каких обстоятельствах не приходилось искать. Наравне с ценой на сайте должны присутствовать целевые действия. И основной из них – это кнопка «Позвонить». Именно кнопка, а не просто телефон агента. Так как она, во-первых, больше привлекает внимание и позволяет оценить количество достижений цели. Сколько из человек, посетивших данный объект, нажали на кнопку «Позвонить». Это будет очень интересная статистика, которая решается с помощью Яндекс.Метки. Помимо кнопки «Позвонить», посетитель также может добавить заинтересовавшие его объекты в закладки. И после чего сформировать заявку на просмотр этих объектов. Либо отправить их себе на почту, скачать на компьютер или же просто-напросто распечатать. Какой же сайт агентства недвижимости без страниц услуг? Вы можете добавить любое количество услуг в вашей компании. Помимо этого всего, мы разработали для данного решения конструктор уникальных разделов для SEO-продвижения. Он позволяет создать уникальные страницы для продвижения с объектами, отобранными по любым параметрам. Благодаря этому вы сможете выдавать в поисковиках релевантные страницы даже по самым сложным критериям поиска. Это также позволит вам создавать быстрые ссылки, которые можно разместить на главной странице сайта. Или, к примеру, отправить знакомому в понятном виде. Следующий немаловажный момент при выборе решения – это обновления, которые должны, в принципе, выходить и чем чаще, чем лучше. За последние две недели мы выпустили два обновления с новыми возможностями. В процессе общения и установки решений мы стараемся общаться с клиентами и самые востребованные пожелания реализуем в новых версиях. Мы открыты к диалогу и хотим сделать вместе с вами лучшее решение на рынке. И тут самый интересный вопрос. Как думаете, сколько стоит сайт с таким функционалом? За сколько можно сделать такие возможности, если вы захотите создать с нуля свой собственный ресурс? Во сколько вы оцените решения с такими возможностями? Для всех участников вебинара у нас есть приятный бонус. Только сейчас у нас антикризисное выгодное предложение – это готовое решение сайта агентства недвижимости и лицензии младшей редакции 1SBitrix всего за 21 900 рублей. Вы можете данное решение увидеть, ознакомиться с скриншотами демо-версии на официальном сайте 1SBitrix Marketplace. Ну а если у вас остались вопросы по решению, вы можете позвонить в нашу компанию по бесплатному номеру, который также представлен на слайде. Я надеюсь, что вы не потеряете возможности, которые дает вам сайт, и сделаете ваш бизнес успешным. И в завершение давайте с вами, если есть вопросы, я на них постараюсь ответить, и мы их обсудим. От 15 000 рублей можно найти решение, и от 15 000 рублей я с вами согласен, но плюс еще желательно купить лицензию Bitrix, чтобы уже сайт работал надолго, и его можно было развивать. От юзабилити зависит очень многое, это абсолютно верно, и поэтому сайт должен быть понятен, удобен, удобен не только на компьютере, но и на мобильных устройствах, решать проблему клиента. Это то, о чем весь вебинар мы с вами и говорили. Поэтому, когда вы сделаете сайт, у вас есть возможность заниматься A-B-тестированием благодаря функционалу Bitrix, но также изучать всем известную Яндекс.Метрику и смотреть, как ведут себя пользователи на вашем сайте. Как панораму смотреть, если смотреть на скрин? Не совсем я понял вопроса, давайте, если есть вопросы, вы позвоните, не совсем понял, что надо ответить. Я когда начал с SMM недвижимость принимать, было за неделю 4 сделки. Ну, социальные сети, если их правильно использовать, это просто невероятный объем трафика, и заниматься нужно сейчас, пока конкуренция невысокая, потому что времени там нужно очень-очень много, но это ваш имидж, и это будет вам с вами работать через год, даже если вы прекратите развивать свое сообщество. Поэтому про социальные сети отдельная тема, про них можно очень многое рассказывать. Так, социальные сети. Я ставил Bitrix, например, старые риэлторы со временем без инструкции ничего не поняли, зато молодежь быстро освоила. Здесь вопрос все в причинах, для чего вы внедряете в своем агентстве сайт. И, как говорится, задача объяснить агенту, риэлтору, сотруднику, для чего ему это нужно, и какие проблемы его это решит. Если он этого не поймет, то хоть заставляйте, не заставляйте, работать ничего не будет. То есть это стандартная классическая проблема менеджмента. В CRM, да, благодаря CRM, особенно в Bitrix, это все тоже идет стандартная бесплатная комплектация. Можно ставить различные задачи, напоминания, календари и так далее. Все зависит от того, насколько вы готовы это контролировать и обучить сотрудников. Но рекомендуем, начните хотя бы с CRM, лиды, сделки, контакты, компаний, предложений и так далее. На старте этого будет достаточно. А хватит и весь функционал Bitrix, очень долго будете разбираться, все постепенно. Я думаю, вам помогут те, кто будут его помогать устанавливать. Ну, либо вы самостоятельно. Дальше. Первочерной сайт должен быть на хорошем хостинге. Ой, на хорошем хостинге. И дальше у нас что-то сломалось. И движки. Многие покупают на всяком мегагруппе и так далее. Ну, не будем говорить ничего о мегагруппе. Достаточно тоже интересная тема. Самая основная задача, что не только создать сайт, который вышел вам дешево, но и сайт должен позволять вам потом управлять им, расширять его, рекламировать и иметь как бы безопасность. Потому что все бесплатные движки, они весьма уязвимы. И, в принципе, 4 900 в современном мире за лицензию. Ну, как бы на хостинг вы потратите, может быть, где-то еще и больше. Поэтому заморачиваться не стоит. Так, сейчас мы вернемся еще в начало, если вопросы появились. У нас очень маленькое окошко. Спасибо за вебинар. Спасибо, что вы нас послушали. Звоните, мы с вами еще обязательно пообщаемся. Не поняла, как выгружать объекты на ваш сайт. Можете уточнить. Вариантов много и будет зависеть от редакции Bittrex, от того, что у вас есть сейчас. Можно сделать выгрузку из Excel, можно сделать выгрузку с KSV, можно сделать выгрузку из 1С, можно заполнять вручную. В принципе, как в интернет-магазине, все на ваш вкус и цвет. Будет зависеть от редакции, от возможностей. В принципе, мы рассматриваем эту сейчас тему. Планируем в ближайшем, может, внедрить интеграцию, выгрузку объектов в Яндекс. Недвижимость автоматическую. И тогда уже от этого будем плясать, что и как нужно, что и как лучше выгружать. Но постепенно, думаю, сделаем все. В принципе, если у вас есть какой-то момент, пишите к нам, звоните, на сайте есть почта, пишите, говорите, что вы хотите. Будем с вами обсуждать, смотреть, как я и говорил, обновления планируем выпускать довольно-таки часто. Все зависит, в принципе, от вас, потому что наша фантазия скоро исчерпается. Что скажете про новую функцию ВК-интернет-магазин? Пока она не доработана, пока нет API, которая позволяет выгружать объекты, товары в автоматическом режиме, которая позволяет выгружать товары в автоматическом режиме. Следовательно, вам придется все эти объекты добавлять вручную. И так как там, на самом деле, в магазине фильтровка идет только по цене, достаточно будет проблематично пользователю найти нужный объект. Поэтому для агентства недвижимости пока, наверное, магазин, каталог товаров ВКонтакте использовать рано. Но если хотите, звоните, я с вами лично пообщаюсь на эту тему, мы с вами обсудим, потому что тема у нас сейчас явно не социальных сетей. Как загружать в готовое решение фиды квартир и домов? Вопроса не понял, я подразумеваю, что это лиды, но ладно. Я немножко не в теме. Обновление сайта после приобретения предполагается, и в течение какого времени, если да? Стандартные правила Битрикса, вы покупаете решение, в течение одного года вы будете получать все обновления и бесплатную техническую поддержку по всем вопросам, которые возникают по решению. Спустя один год, если выйдет обновление какое-то, которое, ну, вам понравятся все наши обновления, решения будут развиваться, и мы будем постоянно им заниматься, то через год вам нужно будет приобрести решение еще на один год повторно за половину его стоимости. Опять же, это не обязательно, все зависит от вас. То есть, насколько там функционал вам будет нужен. То есть, к примеру, в многих сайтах агентств недвижимости есть такая возможность, это поиск объектов по карте. Интересный, конечно, функционал, но, допустим, его мы не очень планируем внедрять, потому что по аналитике, статистике, которую мы проводили в сайте агентства недвижимости, не сильно это нужно, особенно, как мы сказали, в регионах, потому что регионы почему-то до сих пор скрывают адреса объектов, и это как-то превратится в такую точную. Вон на северном у нас есть какой-то объект, там есть трехкомнатная квартира, едьте, ищите. Ну, весьма странно. Если мы сможем с регионами договориться о том, что они наконец-то начнут ввести свои сайты и раскрывать адрес, то, может быть, и такой функционал тоже будет. Так что все пишите. С какими CRM, кроме Bittrex A24, есть интеграция в коробке? С Bittrex A24, естественно. То есть все, что вы хотите другие CRM, это все индивидуально настраивается. То есть мы привыкли работать с одними партнерами и разбираться в них. То есть со всеми остальными пока не очень знакомы и пока нет необходимости. Наша задача, чтобы решала проблемы клиентов, Bittrex A24 достаточно их решает. Ну, если у вас CRM-ка другая, тогда пишите, опять же будем рассматривать, что можно сделать и как это можно все интегрировать. В регионах понятие конкуренции весьма размыт. Я с вами согласен. Тоже отдельная тема для разговора. Здесь почему-то все очень сложно. Если агент компании уволился, предполагается передача его объекта к другому сотруднику. Это, в принципе, делается выборка по объектам данного агента и просто переназначается ответственно и за данные объекты. Все это делается буквально за 2-3 минуты с инструкцией за минут 5. Второй вариант, самый простой. Агент уволился. Ну, если вы другой сотрудник, который придет, быстро заберет все его объекты, вы можете просто поменять информацию о пользователе и он будет по тем же логинам, но уже с другим паролем, пользоваться его базой. Семерка. Есть свои нюансы. Семерка. Всегда были свои 1С-ки нюансы. Ну, все решаем. Мы выгружали недавно и с четвертой версии 1С-ки. Намучились, но проблему решили. То есть, все решаемо. Так, если... Дальше. По поводу забрал и не забрал всю базу. Ну, понимаете, тут риски будут всегда и везде, но мы говорим с вами о лояльности. Объект имеет актуальность, сколько вам лучше знать, неделю, месяц. Ну, а дальше что он будет делать? Ну, в принципе, ничего страшного, понимаете? Когда все зависит от имиджа, от агента, и когда ты приезжаешь смотреть объект и видишь человека в костюме, с галстуком, опрятного, ты ему подходишь и говоришь, а вы хозяин этого объекта? Он тебе, нет, я агент. Все, у вас вопросы не стали, вы видите перед собой ответственного человека, и это имя, визитку этого агентства вы сохраните, потому что там работают нормальные люди. Вот. Ну, все бывает. Абсолютно верно. По агенту видно, какой он. Все, вопросы закончились. То есть, если еще будут звонить на телефон, либо пишите на электронную почту нашу и так далее. А я думаю, что у меня пора забрать уже микрофон и завершать вебинар. Александр, спасибо. Вот, запись поставил. Тоже выложим отдельно двумя файлами, я думаю, уже. Всем спасибо. До встречи на следующих вебинарах. Субтитры сделал DimaTorzok